Здравствуйте! В эфире Главная Бизнес. В студии Павел Вильковский. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях экономики Дона и, конечно, о людях, которые ее делают. Итак, сегодня в программе. В ростовском виноделии «Сенсация» три сорта донской виноградной лозы признаны уникальными. Винограды имеют абсолютно другое происхождение, нежели предполагали раньше. Выяснилось, что 5-6 тысяч лет назад произошло отделение какой-то виноградерской ветви, и она сохранилась аутентичной и ни с кем не перекрестилась. И даже между собой эти сорта не родственники. Как это научное открытие повлияет на популярность донского вина, об этом далее в программе. Сертификат, подтверждающий уникальность трех сортов винограда, станет своеобразным пропуском в элитный клуб мирового виноделия, говорят эксперты. Но вот громко заявить о преимуществах донского вина компании, скорее всего, пока не смогут. Есть хорошие маркетинговые идеи, но все упирается в финансы. Себестоимость продукции слишком высока. Тому виной суровый климат, в котором растет донской виноград. Виноградство виноделия – это очень затратный вид бизнеса и с очень долгими инвестициями. Для того, чтобы получить урожай после закладки виноградников, должно пройти 3-4 года. И момент возврата этих инвестиций всегда очень длительный. Поэтому в виноделии существует очень большая проблема, связанная с дефицитом средств. И этот дефицит средств не дает развернуться в полной мере с маркетинговой такой компанией. Донское вино уже давно получило признание на международных выставках. В его уникальности и высоком качестве эксперты не сомневаются. Однако конкурировать на полках супермаркетов придется в ценовой категории выше среднего. Буквально недавно появилась оценка Джона Салви. Это магистр виноделия. То есть таких людей в мире не более 50 всего. То есть люди с мировым именем заявляют о том, что автохтонные сорта винограда, вино, которое произведено из этих автохтонных сортов винограда, это как раз то, что позволит нам совершить качественный прорыв на мировом рынке. И наши виноделы свою продукцию регулярно на протяжении последних лет представляют на ведущих выставках. Это в Лондоне, в Берлине и занимают призовые места. Между тем, по данным Росалкогольрегулирования, в России большой процент винодельческой продукции из некачественного зарубежного сырья, что значительно удешевляет стоимость напитка. И потому конкурировать с такими брендами настоящему вину невероятно тяжело. По поручению губернатора в конце 2013 года была зарегистрирована система добровольной сертификации, сделанная на Дону. И дано уже поручение нам в текущем году продолжить эту работу. Вы знаете, что первые семь предприятий уже на территории Ростовской области получили этот бренд, сделанный на Дону, и могут сопровождать свою продукцию этим знаком, этим логотипом. В дальнейшем мы планируем, что эта система добровольной сертификации будет и дальше развиваться, и мы ее будем популяризировать. И вот здесь такой региональный коллективный бренд вполне возможно будет способствовать продвижению нашей продукции, в том числе наших вин, как на областной рынок, так и за его пределами. В наступившем году в полку лицензированных донских виноделов ожидается пополнение. Необходимые документы получат еще две компании. Сейчас же в Ростовской области имеют лицензии семь производителей вина. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Главное. Бизнес. Ипотека на Дону набирает обороты. За 11 месяцев прошлого года было выдано около 15,5 тысяч жилищных кредитов, на 33% больше, чем за тот же период 2012-го. По сообщению Министерства внутренней информационной политики области, объем займов составил около 23,5 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Средняя ставка ипотечного кредита – 12%. По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Трифонова, каждая четвертая сделка по покупке жилья в России в минувшем году совершалась при помощи ипотеки. В 2014-м рост ипотечного рынка продолжится, а темп роста выдачи ипотечных кредитов составит около 15%. В регионе появилась народная ипотека. По условиям этой госпрограммы необходимо открыть банковский накопительный вклад с ежемесячным пополнением не менее чем на 3 тысячи рублей. На этот же счет будет начисляться ежемесячная бюджетная субсидия в размере 30% от суммы внесенных средств по договору вклада. Затем участник проекта оформляет ипотечный кредит сроком на 6-9 лет с процентной ставкой 6-7% годовых. Другие новости экономики – коротко в информационном дайджесте. Ростовский институт управления бизнеса и права вошел в мировой топ-20 вузов в разделе магистрских программ бизнес-обучения, сообщает пресс-служба. Вместе с ИУБИП Россию в списке представляют еще шесть высших учебных заведений страны, в основном крупные столичные вузы. ТОП составило Международное рейтинговое бюро от Universal. В предварительном отборе приняли участие 4000 программ по 30 специальностям, которые реализуются в бизнес-школах из 154 стран мира. ИУБИП вошел в двадцатку лучших в разделе программ и MBA. Власти изменили систему оценки условий труда в Ростовской области. С начала года на смену аттестации рабочих мест пришла специальная оценка условий труда. Она будет проводиться работодателям не реже одного раза в пять лет специализированными организациями, внесенными в реестр Минтруда Российской Федерации. В их штате должно быть не менее пяти экспертов, специалистов с высшим образованием, опытом практической работы в области оценки условий труда, также необходима аккредитованная испытательная лаборатория. Основная задача нововведений – заинтересовать работодателя улучшать условия труда на местах и тем самым модернизировать производство. Отчисления по дополнительному тарифу в пенсионный фонд будут соотноситься с реальным состоянием рабочих мест. Чем лучше условия труда, тем меньше взносы. Федеральная грузовая компания «Дочка РЖД» в минувшем году перевезла около 150 миллионов тонн грузов, почти в три раза больше, чем годом ранее. Общий грузооборот вагонов в самостоятельном управлении ФГК в 2013 году достиг 290 миллиардов ТКМ, что в 2,4 раза больше, чем в 2012 году. Общий объем среднесуточной погрузки вагонов в самостоятельном управлении ФГК в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 4000 единиц в 2,5 раза. Сейчас в вагонном парке предприятия 162 тысячи единиц подвижного состава. Ситуация с болезнями животных в Ростовской области стабильная, однако региональное ветеринарное управление призывает фермеров быть более бдительными. Что зависит от самих животноводов и почему в новых экономических условиях ветеринарная структура требует перемен. Сюжет Валентины Колесниковой. Профилактика опасных болезней животных, мониторинг живности в хозяйствах и частных подворьях, тщательные исследования и оперативная готовность – это ежедневный труд ветеринаров Ростовской области. Сейчас особых вспышек болезней животных нет, но и специалисты, и животноводы должны быть все время на чеку. Основная рекомендация ветеринарной службы владельцам животных, фермерам, руководителям хозяйств такая. Мы должны понимать, что ветеринарный врач – это не карающий меч, это не враг, это в первую очередь специалист и друг любого животновода, любого человека, связанного с животными. И мы должны понимать, и владельцы должны понимать, что при любом возникновении любого заболевания в первую очередь нужно обратиться к ветврачу, потому что есть очень важная составляющая – экономическое животноводство. И абсолютно четко известно и просчитано, что там, где слаба ветеринарная служба, животноводство нерентабельно. Сегодня в области работает больше 40 районных ветеринарных станций, которые отслеживают ситуацию в хозяйствах и частных подворьях. Самая большая проблема все-таки АЧС, потому что она наносит большой экономический урон, но мы не должны забывать, что в Ростовской области регулярно мы регистрируем бешенство. И бешенство опасно для человека. Бешенство – это одна из немногих болезней, которая на сегодняшний день неизлечима. И, как правило, человек, который заболел уже бешенством, водобоязнь называется эта болезнь у людей, он не выздоравливает. Нет ни одного случая выздоровления в мире человека от бешенства. И мы должны понимать, что огромная ответственность лежит и на ветеринарных специалистах, и на специалистах травмпунктов, медицинских учреждений. Еще одна опасность для Ростовской области – сибирская язва. Серьезную и для животных, и для человека болезнь когда-то уничтожили в России. Но сегодня ее вспышки вновь зарегистрированы в некоторых регионах. Держать ситуацию в области под контролем скоро станет проще, уверяют специалисты. Сейчас заканчивается реструктуризация ведомства. Ветеринарная служба региона будет четкой организацией с единым областным управлением. Валентина Колесникова, Андрей Коробко, Главное бизнес. На сегодня это все. Увидимся завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами.